Всем привет внучата, с вами дедушка. Это новенькая iOS 14.4, которая уже вышла, пока только в бета-тестировании, но она уже доступна для скачивания. Как видите, я уже ее скачал на свой iPhone 7, и прямо сейчас мы протестируем все ее изменения в работе на нашем седьмом iPhone. Итак, смотрим аккумулятор. Максимальная оставшаяся емкость по-прежнему 95%. Что интересно, при этом сама система занимает очень много места по сравнению с той же самой предыдущей iOS 14.3. При скачивании система скачивалась чуть ли не как новая операционная система и занимала 4,5 гигабайта. На устройстве, однако, она занимает 6,5 гигабайт, и это очень много для прошивки. Такого я ранее еще не встречал. Что касается изменений в работе, в первую очередь, конечно же, они коснулись того, как работает оперативная память, как работает статус-бар. Ранее с ним были некоторые проблемы, конкретно он почему-то при открытии большого количества приложений исчезал. Сейчас, как видите, все работает нормально, и это даже бета-версия, но все равно здесь по статус-бару уже никаких проблем не наблюдается. Что касается открытия панели управления и открытия пункта яркости. Да, по-прежнему почему-то здесь некоторое подтормаживание имеется, в релизной версии iOS 14.3 его не было, а вот в iOS 14.4 опять оно появилось. Что касается скорости блокировки и разблокировки, давно мы это с вами не проверяли, как видите, все работает отлично. По скорости разблокировки все по-прежнему на очень хорошем уровне. Проверим работу оперативной памяти. Смотрите, сейчас у меня открыто несколько приложений ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, Яндекс.Музыка и одна игрушка. Сделаем следующее. Перейдем к примеру в игрушку PUBG и поиграем в нее несколько минут. И проверим, после этого будут открываться ранее открытые приложения или же вылетят они из оперативной памяти. Потому что этот тест конкретно покажет нам, действительно ли улучшилась работа оперативной памяти или нет. Как видите, сама игрушка PUBG на iPhone 7 по-прежнему работает великолепно на высоких настройках графики. Проверим, как у нас теперь работает оперативная память. Открываем ранее открытое приложение с помощью использования центра всех ранее открытых приложений. Переходим в первое, в настроечки. Настроечки остались в оперативной памяти. В ВКонтакте. Проверим работу заодно 3D-тача. Используем его. Кстати, по-прежнему он работает. Сюда для этого необходимо в уголку нажать и видим все ранее открытые приложения. Итак, Инстаграм точно так же открылся. Что касается других приложений, например, Яндекс.Музыка открылась. Еще раз используем. Очень быстро все отрабатывает. Откроем YouTube. YouTube также открылся. И мы видим последнее приложение у нас. Это игрушка. Открываем ее. И игрушка эта точно так же запустилась. Все приложения из оперативной памяти запустились и работают по-прежнему, как и ранее. А что касается новых функций. Например, функция картинка в картинке. Сейчас мы откроем кинцо с помощью специального приложения. Ну, неважно какое. Открываем, к примеру, это. Загружается у нас фильм. Проверяем, насколько быстро он загружается. Интернет-соединение отлично подхватывается. Так, фильм у нас уже воспроизводится. И мы его сразу открываем с помощью функции картинка в картинке. Видим, что он у нас уже на главном экране. Можем уменьшать, увеличивать картиночку. Бум-бум. К примеру, зашли в инстаграм, листаем ленту, листаем ее очень быстро. И видим, что фильмец при этом также у нас отлично воспроизводится. Ничего не подтормаживает. Также в статус баре сейчас у нас отображается входящий звонок. Нажимаем по нему, возвращаемся. И также можем опять свернуть. При этом воспроизведение фильма ни на разу не остановилось. Ну, просто красота. Да, по анимации, по скорости работы iOS 14.4 великолепно справляется. Ничего здесь не подтормаживает. Также и по оперативной памяти. Я, к примеру, открываю ранее открытую игрушку PUBG. И мы видим, что она запустилась и продолжает работать. Она не вылетела. Единственное, что меня выбросило с сервера. Конкретно могу ответить на ваш вопрос про нагрев устройства. Да, телефон по-прежнему очень сильно нагревается. Даже сейчас на iOS 14.4, мне кажется, стал нагреваться побольше, чем ранее. Вы знаете, наверное, связано это с тем, что, скорее всего, пока это бета-версия. Но на iOS 14.3 прям такого сильного нагрева, вы знаете, я не ощущал. Сейчас телефон очень сильно нагревается. И это действительно сильно заметно. Пройдемся по нашим стандартным тестам. Первый тест на скорость включения. Включаем iPhone 7 и нажимаем в стартной секундомере, как только загорается яблочко. Сейчас мы оценим, сколько времени уходит на включение iPhone 7 на iOS 14.4. Итак, 15 секунд. Средний показатель времени включения iPhone 7 на iOS 14.3 был порядка 14-13 секунд. Сразу перейдем к тесту на скорость запуска набора приложений. Запускаем первое приложение «Телефон». Далее «Калькулятор», «Настроечки», «App Store». Сейчас мы увидим, сколько времени потребуется на запуск стандартного набора приложений на iPhone 7 на iOS 14.4. Ранее мы тестировали все то же самое на iOS 14.3. И там показатель, вы знаете, получился хороший. Можете посмотреть, если еще не видели. Здесь же на iOS 14.4, мне кажется, по этому тесту показатель будет примерно такой же. Но сейчас мы уже запускаем приложение «Игрушки». На секундомере видим 32 секунду. И телефон достаточно быстро справляется с запуском набора приложений. И при этом по анимации и нагреву пока никаких проблем не наблюдаем. Последнее приложение в нашем списке. На запуск набора приложений, вы знаете, получился показатель отличный. 1 минута и 20 секунд. Мне кажется, даже быстрее, чем на iOS 14.3. А я вам напомню, это бета-версия. И здесь телефон работает отлично. Да, действительно, работу над ошибками проводили. Посмотрим, как iPhone 7 продемонстрирует себя в тесте Antutu на iOS 14.4. Запускаем тест. Напоминаю вам, что необходимо обязательно указывать, какие показатели Antutu получаются у вас. Чтобы мы с подписчиками могли сравнить текущие показатели. И убедиться, что либо у нас все одинаково, либо у кого-то лучше, а у кого-то хуже. И, соответственно, сделать выводы. Пожалуйста, оставляйте показатели Antutu вашего устройства в комментариях. Ух, завершает тест Antutu iPhone 7 на iOS 14.4 и показатель получился похуже. Всего лишь 135 тысяч баллов на iOS 14.3. Тогда, к слову, показатель был получше. 140 тысяч баллов. Вместо 135 тысяч баллов, как вы видите сейчас. Давайте посмотрим, как себя покажет iPhone 7 в нашем стандартном тесте на батарею. Тестировать будем путем просмотра видео на YouTube. Я установил максимальную яркость, громкость наполовину. Также в iPhone 7 вставлена сим-карта. Но сотовые данные не используются. Качество видео у меня выставлено на максимум, Full HD. Начинаем тест и посмотрим, сколько продержится iPhone 7 на iOS 14.4. Спустя первый час тестирования, телефон разрядился до 69%. Ко второму часу тестирования, iPhone 7 разрядился до 31% и потерял большую часть заряда. Всего лишь за 2 часа. За 3 часа тестирования iPhone 7 практически полностью разрядился. Остался 1% заряда. Ну и в итоге телефон проработал еще 3 минуты и окончательно выключился. 3 часа и 3 минуты вот такой показатель у меня получился на iOS 14.4. Результат не самый хороший, учитывая то, что батарея на моем iPhone 7 практически новая. На релизной же версии iOS 14.3 телефон продержался на целых 20 минут больше. 3 часа и 22 минуты. iOS 14.4 совсем скоро выйдет в открытый доступ для всех желающих. Сегодня я показал вам, как работает эта прошивка на начальном этапе. И конечно же, специально для вас я продемонстрирую ее работу к моменту ее официального выхода. Обязательно подписывайтесь на дедушку, чтобы это не пропустить. Обои, которые установлены на экране моего телефона, как всегда можно скачать в моем телеграм-канале по первой ссылке в описании или закрепленном комментарии. А на этом все. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok